Политех – обычный экзамен четвертого курса. Только в конце проверки преподаватель не примет зачетку ни у одного студента. Дело не в знаниях, а в цифре. С начала учебного года университет отказался от зачетных книжек в бумажном виде. Теперь они электронные. Оценки можно выставлять через компьютер и даже телефон. В своем личном кабинете студенты могут увидеть информацию об успеваемости, расписание занятий и экзаменов. О старом формате зачетки здесь не жалеют. Ее нельзя элементарно потерять. У меня просто были случаи, потому что мне давали зачетку моего одногруппника, который должен ему передать. А я ее вообще забыл при рассчитывании. Ему по итогу пришлось новую оформлять. И только потом я про нее вспомнил. Что такое зачетка вообще? Это некий документ, в котором собраны все оценки студента с подписью преподавателя. Все эти информации дублировались здесь в сводных ведомостях в обычном деканате. Да, она теперь в другом виде. У студента ее нет. У преподавателей почувствовали удобство от этого. Это и работа с должниками в том числе. Поэтому минусы, ну вот они просто трудности. Я бы не назвал это минусом. Я бы назвал это трудности с переходами немножко на новую технологию. Хотя мы к этой технологии, я считаю, морально и материально были давно готовы. А еще в университете начал работать цифровой деканат. Его можно сравнить с госуслугами. Так в УЗИ автоматизировали рутинные процессы. Теперь не нужно ждать несколько дней, чтобы получить нужную справку в бумажном или электронном виде. Цифровой деканат очень сильно экономит наше время. Позволяя все заказывать из дома без необходимости заходить и заполнять лишние документы. Я отправился дома на заявку по почте и в течение нескольких часов мне уже пришла готовая справка. Эта идея родилась в Политехе, когда ВУЗ ушел на удаленку во время пандемии. Кстати, именно пандемия ускорила цифровизацию университета. Это электронные курсы и сетевое взаимодействие с разными ВУЗами. Так, например, сегодня в Политехе увеличилось количество иностранных студентов, так как многие из них могут учиться, не выезжая из дома. Тут много можно спорить на тему, как хорошо или плохо электронное образование. Ну, наверное, у каждой формы образования есть свое место. Действительно, живое общение с лектором – это да, это надо. Но есть и материал, который действительно просто студент должен своим трудолюбием прочитать, понять, провериться и так далее. И это тоже правильно. Я считаю, что вот это гибридное образование, пандемия нас к этому подтолкнула. Несмотря на появление цифрового деканата, родные деканаты на каждом факультете по-прежнему работают. В университете подчеркивают – живое общение никто не отменял и не собирается. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова